В Приморье готовятся открыть сразу три погранперехода после модернизации. Глава Приморского края Олег Кожемяка и руководитель дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Геннадий Безлобенко осмотрели ход строительства автомобильных пунктов пропуска. На сегодняшний день на площадке мы завершили демонтажные работы. Все по основному объекту, по инженерным стенам и так далее. Завершены работы по усилению цоколя. Подготовлены все котлованы для возведения основных зданий. Заказаны все основные строительные материалы. Они уже доставлены на площадке, складируются, разработана рабочая документация. Через пункт пропуска в пограничном ежесуточно проходит 100 грузовых машин и 40 автобусов в обе стороны. Но планируемая пропускная способность объекта – более 1000 машин в сутки. Модернизация погранперехода позволит значительно увеличить объем внешнего торгового оборота Приморья, поскольку именно через этот пункт проходит туристический поток и осуществляется основная часть пограничной торговли. Наконец-то ситуация со стройками стабилизировалась, вошла в нормальное русло. Но мы со своей стороны должны обеспечить всю необходимую инфраструктуру. Чем мы будем заниматься? С тем, чтобы сводом этого объекта увеличилось значительное количество автомашин, с тем, чтобы были автоматические проходы. То есть здесь самый современный уровень будет поставлен всех комплексов проверочных, пограничных. Ну и, соответственно, новый уже дизайн, который позволит видеть этот пункт пропуска в современном виде, отвечающим всем мировым стандартам. Также губернатор Приморья совместно с руководителем Росгранстроя посетили автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Марково, работа которого приостановлена на время реконструкции. После реконструкции у нас планируется запустить 6 полос движения плюс 2 резервы, не таку 8 полос. Пропускная способность составит 150 транспортных средств в сутки. Из них 130 грузовых транспортных средств. В настоящее время ведутся работы по устройству монолитной стенки подпорной, устройству фундаментов, устройству реверсетей, как мы видим на стенде. В рамках реализации государственной программы развития транспортной системы предусмотрено строительство нового автомобильного пункта пропуска Марково. Работы идут согласно графику и окончание всех строительно-монтажных работ здесь будет завершено в этом году. Сдача уже непосредственно получения лицензирования, вопросы благоустройства завершатся в следующем. Сейчас уже нет сомнений в этих сроках, нет сомнений в тех компаниях, которые зарекомендовали себя, являются мощными такими строительными подрядными организациями. Поэтому работа наладилась, но это благодаря в том числе и руководству Росгостроя. Андрей Геннадьевич здесь бывает постоянно, работают тоже главы муниципалитетов. То есть стройки находятся под контролем, поэтому нет никаких сомнений, что сейчас та проблема, которая многолетняя была в Приморском крае, начала решаться планово. Напомним, что на данный момент в крае модернизируют сразу три пропускных пункта на границе с Китаем. Проводимая работа нацелена на выполнение задач, поставленных президентом России в рамках приоритетного развития Дальнего Востока. Яна Коган, Новости на Восьмом.